Новая цель. 4 лайка и я начинаю пилить для вас новый видос. Всем приятного аппетита и приятного просмотра. Спонсор этого ролика букмекерская компания 1xbet. Надежный букмекер, высокие коэффициенты, быстрые выплаты и огромное покрытие спортивных событий. А по промокоду TRIPLE вы получите до 6500 рублей на первый депозит. Все подробности в первом закрепленном комментарии. На пятое место нашего топа я решил поставить морской апдейт. На самом деле в GTA комьюнити давно ходят слухи об этом DLC. Так как, ну сами посудите, суша заполнена офисами, клабхаусами и ночными клубами. Под землей мы с вами имеем бункеры и базы, а воздух занят ангарами контрабандистов. Получается в игре заполнено абсолютно все, кроме водной глади. Да и вообще, если взглянуть на контент прошлых апдейтов, можно заметить несколько отсылок именно на морское DLC. Допустим тот же самый Avon на виндсерфинге, которого мы видели на экране ноутбука во время планировки ограбления судного дня. Либо же, к примеру, та же самая куча разнообразных татуировок, посвященных пиратам. Да и вообще, если так подумать, в GTA Online присутствует несколько очень классных транспортных средств, которые никак не используются в игре, помимо некоторых миссий. К этим ТС относится авианосец, который мог бы послужить морской базой а-ля бункер или ангар. Или та же самая субмарина, которая могла бы стать новой яхтой, только подводной. Кстати, когда в последний раз вы заходили на сайт по продаже водного транспорта? Наверняка так же, как и я, очень давно, ведь Rockstar года 3 туда ничего не добавляли. Переходим дальше, и четвертую строчку нашего топа занимает полицейская DLC. Честно говоря, без понятия, как данный апдейт правильно реализовать в игре, по идее можно дать игрокам возможность поиграть за копы, либо как минимум повзаимодействовать с полицейскими, повыполнять какую-либо законную работу и тому подобное. Само собой, обязательно в игре в продаже должен появиться новый и старый полицейский транспорт, который каждый игрок, по желанию, мог бы поставить к себе в гараж. На самом деле, это давняя мечта большого количества игроков. Помню, как на PlayStation 3 глитчеры различными багами запихивали себе в гараж полицейские тачки и потом через механика их заказывали. К слову, в файлах игры есть намеки на полицейское обновление, и обнаружил их инсайдер Тесфанс. В исходном коде одного из последних вышедших DLC он нашел координаты тех мест, где нужно будет собирать некие предметы. Приехав на первые координаты, модер обнаружил стул внутри полицейского участка, а другие координаты привели его к мусорному контейнеру напротив этого самого участка. Согласитесь, это довольно интересно. Модер предполагает, что новые возможности в будущем обновлении дадут нам миссии, в которых мы будем действовать как полицейские или иметь дело с ними. Стул и мусорный контейнер, вероятно, будут представлены в этих новых миссиях. На третьем месте расположился апдейт а-ля ограбления часть 3. В игре уже есть обычные ограбления, вышедшие в 2015 году, ограбления судного дня, релизнутые зимой 2017, и теперь игроки с большим ажиотажем ждут продолжения, ведь кооперативные миссии всегда очень нравились игрокам, а когда есть какой-то сюжет, как, допустим, с Клиффордом, и большие выплаты за прохождение, играть еще интереснее. Само собой, если подобный апдейт рано или поздно выйдет, появится куча нового интересного транспорта, военизированной техники, одежды и тому подобного. На второе место я решил поставить обновление а-ля бизнес апдейт часть 2. В этом DLC хотелось бы, чтобы Rockstar уже наконец-таки открыли казино, ведь само здание присутствует в игре с самого ее релиза, и на нем даже написано, что скоро открытие. Ну и если вспомнить Red Dead Online, где буквально недавно появился покер, все эти азартные игры на внутриигровые бабки действительно могут появиться в GTA Online. Также, безусловно, многие игроки ждут особняков с возможностью покупать и переставлять мебель. Слухи о их появлении давно гуляют по интернету, есть даже карта, где примерно будут располагаться особняки. Само собой, не забываем про кучу элитных крутых спорткаров, вертолетов, самолетов и так далее. Ну и золото нашего топа, я думаю, многие из вас уже догадались, занимает обновление Стритрейсеры. Рассказывать подробно об этом апдейте, я думаю, нет никакого смысла. Вы и так все прекрасно знаете. Куча новых тюнерских автомобилей по типу Mazda RX-7, Honda NSX, Toyota GT86 и так далее. Практически безграничный тюнинг в автомастерской Бенни, прям как у Султана РС и Banshee 900R. Дрифт состязания, дрэк состязания, механическая коробка передач и так далее. Все это и многое другое в тематике уличных гонок ждет 90% в GTA комьюнити. Как-то так, друзья. Вот такой вот топ-5 самых долгожданных обновлений, по моему мнению, я для вас сегодня подготовил. Пишите в комментариях, с чем вы согласны или может быть не согласны, но все важные ссылки на мои соцсети вы найдете в описании. Это мой инстаграм, моя группа по прокачке персонажей в GTA Online, моя личная страница ВКонтакте и так далее. Кстати, прямо сейчас на экране появятся два ролика, которые я вам крайне рекомендую глянуть. Кликайте на один из них и приятного просмотра. Всем удачи, друзья, и до скорого. Пока.